Тут второй клиент нарисовался. Есть такое образовательное заведение как City Business School на молодежной середине. Они вчера мне пожаловались, что у них все их маркетинговые действия разрознены. Что-то они там делают хорошо, им нравится, как работают они в соцсетях, как работают с контекстной рекламой, но они хотят это все сделать как-то воедино, чтобы народу было мало, чтобы все работало и было жертвы активно. И это через пять получится. Печально. Почему? Ну как? Это же не в техно-могих проблемах, а в главах в первую очередь. В чем сфере, если у них оно сейчас... Что должно быть говорить? Должно быть понимание цели, готовность отдать большое количество компетенции какому-то стороннему чуваку. Вот это не готово. А для того, чтобы, соответственно, пришло ко мне, и быстро уволить, если что-то пошло не так. И вообще, в принципе, такой, чем я, грозный, какому-то стороннему. То есть этот человек должен быть внутри какому-то? Вот он кто? Вот его должность кто? Директор по развитию маркетинга, директор. Что нужно? Крайний директор по инновациям крайне, все равно крайний. И он должен делать что? Уполнять подоговоренности. Ну, его задача будет в чем? Он приходит к вам, говорит, я хочу, мы хотим, деньги есть, согласие есть, мы готовы. Что дальше? Смотрим, что он хочет. Вот, мы хотим автоматизировать все наши действия, чтобы все сливалось. Чтобы что? Единый круг, была единая автоматизированная воронка продаж, продвижения, коммуникаций. Чтобы персонала было мало, так как, ну, в данном конкретном четком примере, они сидят вообще на МКАДе, а более-менее профессиональные сотрудники, те, которые получают высокую зарплату, сидеть на МКАДе не хотят. Они хотят сидеть хотя бы в филях, где-нибудь. Поэтому, значит, быстро хороших сотрудников за относительные недикие деньги проблематично. Вот, потому что если это зарплата меньше, значит, у человека должна быть, наверное, машина, он должен приезжать как-то парковаться, его это должно быть компенсировать. Ну, то есть, это тоже хлопотная история. Вот. А у них такой возможности нет. Поэтому, естественно, они пойдут к кому-то. И они это понимают. Так как они сами там образовательные заведения, учат MBA, и так далее. Поэтому они понимают, что в чем проблема. Я не готов отдаться к кому-то. Лишь бы этот кто-то сказал, что вам вот это, вот это, вот это, мы прикручиваем друг друга вот так, использует, там, не знаю, API, использует там... Какого-то вообще, несмотря, вообще нечастный, не задает. Так, нечастный. Вот, поэтому вопрос. Что дальше? А потом пришел. Ну, дальше, да. Садиться и описывать, собственно, вот брать людей. Вот все, что делать. Собственников топ-менеджментов. И пытаться понять, какая у них картинка у вас. Что они хотят, через какой способ. То есть, как по PMI, Project Management. Создаете проектный офис, собираете менеджменты. Жопу в офисе, вот команда. Давайте нарисуем, что мы хотим. Вот вы сейчас отправите, вот, большой колхоз компании. Что должно, какая должна быть компания, там, через полгода или год. А вот я хочу, чтобы у меня в маркетинге... Работало меньше 5-5 человек. То есть, вы нужны конкретные какие-то показатели? Да нет. То есть, вот ты сейчас нарисовал картинку, она никогда не смочится с тем, что... Что бы человек ни делал, она не будет совпадать с той картинкой, о которой собственники хотели. Потому что нет, критерия, работа может поменяться. Собственники же, по-моему, всегда хотят денег. Мы хотим, чтобы деньги не распозлили. Деньги за счет сокращения. Деньги за счет получения эффективности персонала. Может быть, не то, чтобы денег, а более счастливых людей, которые будут сами продавать. Может быть, роста продаж по текущему коллективу. Может быть, роста маржинальности за счет, там, диверсификации продуктов. Может быть, я просто хочу какие-то технические вещи поменять, и для меня будет результатом. То, что у меня не было сервером, а теперь сервер, и для меня это раз-два-три. На моей практике, очень многие собственники, они не углубляются настолько глубоко. А вот это значит, что, может быть, им не надо ничего менять. Может быть, они пытаются через автоматизацию решить какую-то проблему своего бизнеса, а то, что автоматизация вообще никак не связана. Ну, то есть, вроде есть падение рынка, они думают, поставлю-ка я автоматизацию. И все уволят, у меня будут деньги. И здесь не работает. Как в электрониках, поработают роботы, отдыхает человек. Типа того.